Братья и сестры, пожалуйста, поприветствуйте того, кто рядом с вами. И давайте мы еще будем слушать Слово Божье сегодня. Как уже сегодня было сказано, сегодня поздравляют мам с этим праздником. И я бы хотел поздравить каждую маму в нашей церкви с Днем Матери, поблагодарить вас за ваши молитвы, за вашу веру. И вы знаете, так интересно, когда ты изучаешь Священное Писание, то ты часто находишь богобоязненных мам, которые стояли в проломе за свои семьи, которые вымаливали у Бога детей. И Бог благословлял, и Бог слышал этих людей. Не так давно я пересчитывал одну историю в книге Судей. Мне так запомнился этот пример, когда Девора с Вараком имела разговор, и она говорит ему, Господь, призывай тебя, иди на войну против хананского царя. И он говорит ей такие слова, если ты со мной пойдешь, то я пойду. Вот думаю, интересно, ты вроде бы мужчина, ты такой смелый, ты такой сильный. Он говорит, если ты со мной пойдешь, то я пойду. Вот вы знаете, мы порой мужчины смелые, сильные, но нам так важно, чтобы вы, может, маленькие, миниатюрные, нежные были рядом с нами. И когда вы рядом с нами, как-то увереннее чувствуется. Спасибо, что вы у нас есть, мы вас очень любим, и пусть Бог обильно благословит вас. Вы знаете, я хотел бы сегодня поделиться Божьим Словом, то, о чем в последнее время размышляем, и верю, что Господь сегодня будет обращаться к каждому из нас. Я хотел бы, чтобы сегодня мы поговорили с вами об отцовстве, поговорили с вами о Боге как отце. Интересно, что Священное Писание, оно часто упоминает, что Бог наш, Он триединый Бог. Он есть Бог-Отец, Он есть Бог-Сын, и Он есть Дух Святой. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы сфокусировались с вами на Боге-Отцем. И очень часто, мне кажется, у нас бывает проблема в том, чтобы понять Бога как отца по одной простой причине, потому что в нашей жизни, может, не было положительного примера отцовства. У кого-то был отец хорошим человеком и показал положительный пример, у кого-то отец был, возможно, отрицательным примером, но как бы там ни было, у каждого из нас есть или был отец в нашей жизни. И он останется либо положительным, либо отрицательным примером для каждого из нас. Вы знаете, я начал разбираться в этой теме, немножко копаться глубже, изучать значение этого слова отца, смотреть, что говорит Священное Писание не просто про отца, но как Бога отца, а кто этот Бог-Отец. Потому что зачастую у нас есть эта проблема, мы им представляем, что есть некий Бог, который является отцом, Он называет себя отцом. Но как я могу смотреть на Тебя, как на отца, когда у меня в жизни не было хорошего примера? И вы знаете, хотел бы рассказать такую историю. Когда я был подростком, я был достаточно непростым подростком. И вспоминается мне один случай из моего подросткового возраста, когда отец пришел домой, и я помню, как у него в курточке лежали деньги. Я был подростком, я увидел эти деньги, я взял эти деньги без спроса, украл эти деньги. И вы знаете, вечером отец собрал нас всех с мамой, и мы пошли к нашим знакомым домой. Я не знаю, почему я взял эти деньги, которые украл у отца, и почему-то там, навстречу этих людей дома, я вытащил эти деньги из кармана и просто положил на стол перед семьей. Я говорю, папа, сегодня, когда мы шли сюда, к этим людям, я увидел, как у одного человека на рынке из заднего кармана посыпались деньги. И вы знаете, я помню реакцию своего отца. Он посмотрел на меня, тихонько взял эту денежку, положил обратно себе в карман, и вечером мне ничего не сказал. Но вы знаете, когда я рос в семье, наверное, каждый из моих братьев может подтвердить, что, наверное, больше всех в семье получал я. Да, как ни день, так и у меня был разговор с отцом, ремень и хорошее общение. И я, в принципе, уже готовился к тому, что вечером после вот этого общения, после того, что я вытворил там, у меня будет очень серьезный разговор с отцом. Но знаете, когда я пришел домой, на удивление, у нас не было никакого общения, у нас не было никакого разговора, нас всех положили спать. Но той ночи, наверное, я один-единственный не мог уснуть, потому что я знал, что меня ждет завтра утром. Скорее всего, ремень, скорее всего, очень плотное общение с отцом, воспитательные какие-то процессы. Но на мое удивление, когда я утром проснулся, когда я доставал денежку с конверта у своего отца в курточке, утром, когда я проснулся, я увидел этот конверт на кухне. И отец готовил завтрак, мама готовила завтрак, они собирали на всех, и отец не сказал мне ни одного слова. Как вы думаете, в каком состоянии я находился? Мне хотелось куда-то провалиться, мне хотелось куда-то скрыться, потому что я знал, что они знают, что я вытащил эти деньги, но при этом мой папа мне ничего не говорит. Дошло до такого состояния, что я сам подошел к своему отцу, сам подошел к своей маме и признался, что это я сам вытащил эти деньги и украл у них, и мне было так стыдно. Но, знаете, в тот день я понял одну простую вещь, что вот этим вот своим каким-то спокойствием, отношением, отец ни в коем случае не сделал мне какого-то упрека, может, как-то не было какого-то такого воспитательного процесса, но своим спокойствием он дал мне понять одну простую вещь, что может, даже и не надо тебя наказывать, может, даже и не надо как-то с тобой грубо разговаривать, ты и так все сам поймешь. И вот интересно, что после этого момента я никогда не воровал деньги. Мне запомнился этот пример просто тем, что отец положил этот конвертик на стол и дал мне сам понять, что тебе самому нужно покаяться в этом, тебе самому нужно просто прийти и раскаяться в том, что ты сделал. Я не знаю, почему, но этот случай, он так сильно меня коснулся. К чему я говорю эту историю? Знаете, отец всегда будет примером положительным или отрицательным, и как бы там ни было в нашей жизни, он всегда останется каким-то примером. Я вспоминаю много других историй, когда я как-то уже рассказывал, когда я взял у отца машину без спроса, загонял ее в гараж, разбил эту машину, и потом долго мучился и думал, говорить или не говорить. И был один человек, который говорит, нет, ты не переживай, не надо ничего говорить, я немножко там подкрашусь, сделаю, пройдет немножко времени, отец даже не заметит. Но я помню, когда я все-таки выносил вот это вот какое-то внутри неудобство вот это, и подошел к своему отцу, отец сказал мне простую фразу. Он говорит, сынок, это всего лишь железяка, главное, что ты подошел ко мне. И знаете, вот такие моменты, они вспоминаются с детства. Когда ты смотрел на отношения своего отца, когда ты видел пример своего отца. Я не знаю, как в вашей жизни было, может быть, у кого-то из вас не было тех отцов, которые бы дали вам какой-то позитивный пример, но как бы там ни было, отец остается отцом. Как бы там ни было, будет ли он положительным или отрицательным человеком, он все равно оставил какой-то отпечаток в нашей жизни. Вы знаете, не так давно отец рассказывал историю, как он услышал про одну сестру. И интересно, что этой девушке было 14 лет, она еще была подростком, и так получилось в ее семье, что ее отца начали обвинять в педофилии. Ему вынесли приговор, и вот в день суда, когда его должны были осудить, эта девочка пришла, и у нее была болезнь, у нее был рак крови. И вот интересно, что когда она пристала перед своим отцом, у нее была возможность обратиться к своему отцу, она сказала ему, «Пап, я прощаю тебя. Я прощаю тебя за все то, что ты сделал нам, за все то, что ты сделал мне, за всю ту боль, которую ты причинил мне. И не так важно, какое твое отношение ко мне, я хочу просто, чтобы ты знал, что я прощаю тебе все то зло, что ты сделал нашей семье». И вот интересно, что отца потом осудили, он до сих пор еще сидит в тюрьме, но девочка эта, уже девушка, она получила исцеление. И вот интересно, что исцеление пришло после того момента, когда она смогла высказать то, что у нее было в сердце, когда она смогла освободить себя от того груза, который был внутри ее. То есть исцеление пришло в тот момент, когда она приняла решение, как бы там ни было, какой бы отец ни был, я принимаю решение почитать его, я принимаю решение прощать этого отца. Интересно, знаете, не так важно, какой отец, важно наше сегодня отношение к нашим отцам. И для кого-то, это, наверное, болезненный момент, потому что у нас не было хороших примеров отцов. Интересно, что Священное Писание в исходе 20 главе, в 12 стихе, говорит такую заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дает тебе». Интересно, что Писание говорит не тогда, когда отец будет относиться к тебе хорошо, не тогда, когда мать будет почитать тебя, не тогда, когда их отношение будет хорошим, но Бог говорит, чтобы тебе было хорошо на этой земле, чтобы я благословил тебя, чтобы продлились дни твоей жизни, «Почитай отца твоего и мать твою». Это заповедь с обетованием. То есть эта заповедь говорит не про их отношение к нам, а про наше отношение к ним. Не так важно, какой отец. Не так важно, что он сделал в твоей жизни. Был ли он рядом, являлся ли он хорошим примером. «Почитай отца и мать». И если ты будешь это делать, Бог благословит тебя за это. И вот Библия говорит нам от начала до конца, что Бог есть триединый Бог, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Интересно, что когда мы изучаем значение слова «отца» с евреевского языка, с греческого языка, то примерно смысл похожий. Определение говорит, что отец — это тот, который дает жизнь, тот, который начинает жизнь, и тот, который предан этой жизни. И вот интересно, что в Иоанна первой главе сказано «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». То есть, другими словами, прежде чем Бог поместил звезды на небе, прежде чем Он поместил людей на земле, Он уже был в самом начале. То есть, Он тот, который дает всему жизнь, Он тот, кто дал жизнь, и Он предан этой жизни. То есть, другими словами, то, что мы видим из Священного Писания, наш Бог Отец, Он тот, кто всегда был, Он тот, кто сотворил небо и землю, Он тот, кто дал жизнь абсолютно всему. В начале было Слово, Слово было Бога, и Слово было Бог. Он был прежде всего. Это то, что мы можем видеть с вами из Священного Писания. Он всегда был, Он вечный Бог. Бог Отец, Он был при сотворении, Он сотворил весь этот мир. Но появляется опять этот момент. Хорошо, если Он творец, если Он сотворил абсолютно все, дал всему жизнь. Но как я могу смотреть на этого Бога Отца, когда у меня не было хорошего примера в жизни? Что означает вот этот вот Бог Отец? Я хотел бы, чтобы сегодня через одну интересную историю, которую, наверное, многие из нас, мы с вами знаем, мы рассмотрели поближе характер Бога и увидели, кто же такой вот этот Бог Отец. Знаете, я хотел бы сегодня сказать одну простую вещь, что каким бы твой Отец не был в твоей жизни, Бог Отец, Он совершенно другой. Нету такого, как Он. Он неповторимый. Никто никогда не сможет сравниться с Ним. Никто никогда не сможет быть похожим на Него. Он абсолютно другой. Есть несколько обетований, которые я просто записал для себя. Я хотел бы поделиться этими обетованиями с вами, когда Бог говорит такие слова. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына своего? Но если бы и она забыла, то Бог говорит, я не забуду тебя. В Захаре написано, кто касается вас, касается зеницы ока моего. В Коринфянам написано, что не видел того глаз и не слышал ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. То есть Бог дает все эти обетования и через эти обетования Он показывает свое отношение. Он говорит, даже если мама про тебя забудет, что маловероятно, может такое случиться. Он говорит, моя любовь к тебе, она неизменна, я не оставлю тебя, я не забуду тебя. Если кто-то будет прикасаться к тебе, то он то же самое будет делать ко мне по отношению к моему ока. И он говорит, что если кто-то коснется тебя, то он касается ока моего. То есть мы видим с вами отношение отца, мы видим, что он Бог заботящийся, он Бог верный, он Бог, который никогда не оставит тебя. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели с вами на одну историю, которая записана в Луки 15 главе. Давайте мы откроем с вами Луки 15 глава. Это всеми известная история. Здесь написана удивительная притча, на которую я хотел бы обратить внимание. Здесь написано. Давайте мы прочитаем с вами с 11 стиха. Еще сказал, это Иисус говорит, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую, мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, он остал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И здесь я хотел бы сделать стоп. Библия говорит, Иисус рассказывает эту притчу. И Библия говорит, что у некого человека был этот непотребный сын, который приходит к своему отцу, и он не просто говорит, папа, дай мне, пожалуйста, часть имения. Но он начинает требовать у своего отца свою часть имения. И когда ты читаешь синодального перевода, то кажется, ну, часть имения, это, возможно, финансы. Но когда ты начинаешь изучать поглубже эту главу, ты понимаешь, что речь шла не просто о финансах, а речь шла о земле. То есть это было некое поместье, это было, может, ну, какое-то земельное владение. То есть при живом отце этот сын приходит к нему и говорит, папа, раздели мне следующую часть имения или дай мне кусок земли. И отец дает ему этот кусок земли. Нам нужно понимать одну простую вещь, что в те времена при живом отце нельзя было приходить к отцу своему и требовать у него какого-то владения. Так не было принято. Это был знак неуважения, непочитания по отношению к своему отцу. И Библия говорит, что этот распутный сын, этот непотребный сын, он приходит к живому отцу, и он говорит ему, папа, дай мне кусок земли, я хочу уйти от тебя, я хочу забрать эту землю. Знаете, что это означало? Это означало не только знак уважения по отношению к своему отцу. Это означало знак неуважения по отношению к Богу. Почему? Потому что еврейский народ, он жил в обитованной земле. Бог проводил их через пустыню. Бог дал им эту обитованную землю. И когда они пришли, эта земля была как подарок от Бога. И тут, когда ты приходишь к отцу своему и говоришь, папа, дай мне кусок земли, и потом ты продаешь этот кусок земли. То есть другими словами, своим отношением ты отрекаешься от своего отца, ты отрекаешься от отца небесного, и тебе все равно, через что Бог провел твой народ. И в этот момент он берет этот кусок земли, он продает его, и Библия говорит здесь такие слова, что он пошел в дальнюю сторону и расточил все имение свое, живя распутно. Интересно, что 13 стих говорит, что он пошел в дальнюю сторону. В 14 стихе упоминается, что настал великий голод в той стране. То есть мы понимаем с вами, что этот юноша, этот сын, он не просто ушел в какой-то другой район израильского народа, но он ушел в другую сторону. То есть он оставил свой народ, он покинул свой еврейский народ и ушел в какую-то чужую землю. И написано, что там наступил что? Сильный голод. И вот интересно, что когда ты живешь в другой стране, там живут язычники, которые Бога не знают. Они поклоняются другим богам. И написано, когда он расточил все свое имение, когда он начал жить распутно, когда он начал нуждаться, когда он начал находиться на дне своей жизни, в этот момент он начал нуждаться в том, чтобы просто найти пропитание. Он начал нуждаться в том, чтобы просто каким-то образом выжить. И пошел, и устроился у наемника. У кого он устроился? У язычника. А знаете, куда его язычник отправил работать? Говорит, у меня там свиньи есть. Ты еврей. Я знаю твою культуру, но у меня свиньи есть. Иди, паси свиней. И написано, что и пошел этот юноша, который жил в доме отца своего, который жил в обитованной земле, у которого все было хорошо в жизни, пошел и начал пасти свиней у отца своего. Только представьте себе, что это означало для евреев. Евреи по сей день считают свинью нечистым животным. Они не кушают ее. Они не хотят соприкасаться с ней близко. Почему? Потому что это нечистое для них животное. И вот этот язычник отправляет этого еврея, чтобы он пошел работать там на свиней. Чтобы он пошел пасти этих свиней. И когда он пасет этих свиней, то ему кажутся рожки, то, что он давал этим свиньям кушать, таким вкусным. И он начинает думать, Библия говорит в 17 стихе, «Придя же в себя, он начал думать о том, что там у отца моего намного лучше. Там у отца моего рабы намного лучше живут. Может быть, есть шанс в том, чтобы мне просто вернуться в дом отцовский, и отец примет меня в этом состоянии». Но есть одна загвоздка. Евреи того времени, они очень хорошо знали Пятикнижье Моисеева. А в Таразаконе 21 глава описывало, что должно было случиться с буйным сыном. Если вы откроете дом и посмотрите, в Таразаконе 21 главу там написано, «Если сын восставал против отца своего, то все старейшины города, люди собирались, и они брали камни. И они должны были искоренить этого сына из общества. По одной простой причине, потому что он проявил неуважение по отношению к отцу своему. И вот этот сын, который находится там, в дальней стороне, он находится там, в чужой стороне, у язычников, он терпит голод, он в нужде большой, он находится на дне своей жизни, он знает, есть отец, который, возможно, ждет меня, и есть шанс, что он может принять меня. Но я не уверен, потому что есть в Таразаконе 21 глава. И я знаю, если я приду обратно в дом отцовский, есть шанс, что старейшины города соберутся, и они побьют меня камнями. Но вы знаете, в этот момент Библия говорит, он приходит в себя, он начинает вспоминать об отцовском доме, и он начинает потихонечку разворачивать свою жизнь и идти навстречу к отцовскому дому. Что происходит дома? Библия говорит, что отец, он ждал своего сына, он высматривал своего сына. И нам нужно понимать еще один конспект того времени. Люди в те времена, они ходили в длинных одеждах, то есть у них были длинные юбки, и не было принятым, чтобы эти юбки подымали до колен. Только представьте себе, у этого отца была длинная юбка такая, длинные одежды. И для того, чтобы выбежать навстречу, Библия говорит, что он выбежал к нему навстречу, ему нужно было поднять свою юбку, ему нужно было поднять свои вот эти вот одежды. Но если он поднимал свои одежды, его коленки были видны. А на то время, если твои коленки были видны, это означало позор. Это означало, ну, когда ты показывал коленки, ты показывал, ну, свои такие, как сказать, непотребные места. Это не было в культуре того времени. И для того, чтобы отцу побежать навстречу сыну своему, ему нужно было пойти против всех этих культурных каких-то нормативов. Он поднял свою юбку, он поднял свои вещи, и он побежал навстречу к своему сыну. Но я хотел бы, чтобы мы представили себе эту картину. Сын возвращается в дом отцовский, и он знает, что ему нужно пройти через город. И он знает, что есть 21 глава. И он знает, что есть люди, старейшины, которые ждут его с камнями. Они все прекрасно знают эту историю. И когда он приходит в этот город, он, наверное, ждет, что сейчас кто-то возьмет этот камень и начнет просто побивать меня этими камнями. Они убьют меня здесь, в этом городе. Но Библия говорит, что отец в этот момент, ему становится все равно, как посмотрит на него культура того времени, как посмотрит на него общество. Он поднимает свои одежды, и он бежит навстречу. Ему уже все равно, что его коленки видны. И Библия говорит, он кидается на сына своего, и он начинает обнимать его, он начинает целовать его, и он говорит, это был мой потерянный сын, и теперь он нашелся. Знаете, что в этот момент происходит, мне кажется? Мне кажется, отец смотрел и высматривал сына своего и думал, хоть бы никто не замахнулся камнем, хоть бы никто не попал в него камнем, Я буду высматривать его. И по нормативам того времени отцы не бежали навстречу к детям своим, дети бежали к отцам своим. Но отец переходит все нормы, он бежит навстречу сыну своему, и он кидается, и другими словами, он кидается на его тело, заслоняет его тело, чтобы никто не попал камнем в его сына. И напоминает ли вам это другую историю? То же самое сделал Бог. Бог-отец. Каждый из нас имел какие-то преступления. Каждый из нас согрешил. Каждый из нас лишен славы Божьей. Но Бог послал своего сына. Бог послал своего сына Иисуса Христа, чтобы Христос пришел в этот мир, висел на Голгофском кресте и сделал то же самое, что сделал этот отец. Он взял страдания своего сына на себя и не позволил ни одному камню прилететь в сторону своего сына, потому что он говорит, это был потерянный сын, и сегодня он нашелся. Это наш отец. Это его культура. Это его природа. Он Бог любящий. Библия говорит, Бог есть любовь. Что бы сегодня мир не говорил, какие бы сегодня, может, нормы не были, Бог-отец, он совершенно другой отец. Он Бог любящий. Он Бог принимающий. Отец не посчитался, как на него посмотрит общество. По закону того времени сына должны были побить камнями. Он заслуживал смерти, он заслуживал в Второзаконе 21 главу. Но несмотря на все это, отец выбегает навстречу, обнимает, прежде чем будет брошен этот первый камень. Он кладет свое тело между сыном и наказанием. Во 2 Коринфянам 5 главе 19 стихе Библия говорит такие слова, что Бог есть любовь. И Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. Ты и я, мы есть этот Сын, буйный Сын. Те, которые заслуживали этого преступления, те, которые заслуживали этой смерти. Но Бог-отец совершенно другой. Он не посмотрел на все эти преступления, Он отдал своего Сына, потому что Он есть Бог любящий. Он любит тебя и принимает тебя таким, какой ты есть. Но есть еще один момент, на который я хотел бы обратить сегодня наше с вами внимание. Давайте мы откроем с вами Исайю 6 главу. В последнее время я часто очень слышу, когда особенно молодые люди говорят, вот Бог Он есть такой, или вот Он есть такой. Но очень важно, чтобы мы сравнивали Бога или смотрели на Бога через Священное Писание. Очень важно, чтобы мы видели Бога Отца таким, каким Его представляет Священное Писание. И мы видим с вами первое сегодня, что Он есть Тот, который был от самого начала. Он творец всему. В начале было Слово, Слово было Бога, и Слово было Бог. Он дал всему жизнь. Он вечный Бог. Он был в начале. Второе, что мы можем видеть с вами через Священное Писание, что Он Бог любящий. Он есть любовь. Сто процентов. И еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, он записан в Исайя 6 главе. Исайя 6 глава, здесь записаны такие слова. «В год смерти царя Ози видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Савоов, вся земля полна славы Его». И поколебались вверхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». И глаза мои видели царя Господа Савоова. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника». Я хотел бы здесь сделать несколько таких пунктов, на которые я хотел бы обратить внимание. Библия говорит, что «в год смерти царя Озий видел я Господа». Исаия описывает видение, которое он увидел в тот момент, когда Озий не стало. Исаия был тем пророком, который имел хороший доступ к царю. Он был тем пророком, который обращался к царю Озий. Другими словами, у него был вот этот вот доступ к этому царю. И когда у Бога было некое послание для царя, он в любой момент мог прийти и пересказать это слово царю. Но однажды, когда он просыпается, он слышит грустную весть о том, что царя больше нету. И, наверное, в этот момент у него появляется много вопросов о том, кто будет следующий царь, какое положение будет в стране, как будут относиться к пророкам, будет ли у меня возможность приходить к этому другому царю и передавать слово от Господа. Потому что по истории Библии мы знаем с вами, были нечестивые цари, которые правили, и они издевались над пророками, они убивали пророков, они не принимали слово от Господа. И в этот момент у Исаии есть так много переживаний, потому что он не знает, что будет с ним, что будет с его страной, что будет со священниками, что в целом будет происходить. Но в этот момент он принимает одно из самых вернейших решений. Он идет в храм Господень. И когда он приходит в храм Господень, он видит видение, и в этом видении он описывает и говорит, «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». И вы знаете, в этот момент я хотел бы сделать здесь один акцент вот на чем. Когда он описывает вот ту славу, в которой он находился, когда он видел этого Бога Отца, который сидел на этом престоле высоком и превознесенном, интересно, что он говорит, что в этот момент он начал говорить, «Горе мне, потому что я человек с нечистыми устами». Вы знаете, когда я читаю эту главу, я думаю про себя, «Господи, как Исаия мог говорить про себя такое?» Он пророк. Он имел это свежее слово от Господа. Он был вхож к царям. Он передавал слово о тебе. Ты показывал ему видение. Но когда этот святой Божий человек находится в твоем святом присутствии, когда он попадает пред трон Господа, когда он видит этот престол и на престоле сидящего Бога, который контролируется и другими словами говорит ему Исаия, «Может, царя Озии нету, и у тебя есть так много переживаний, но ничего не поменялось, потому что я Бог, который по-прежнему сижу на престоле высоком и превознесенном, и я держу все в своей руке». И в этот момент, когда он видит Господа, он говорит, «Боже, горе мне, потому что я человек с нечистыми устами». Я не думаю, что он говорил о том, что он, может, говорил какие-то, может, непотребные слова или ругался или еще что-то, но мне кажется, он говорит о том, что он соприкасался так много с обществом, с людьми, с атмосферой, может быть, неправильной. Он жил в этой атмосфере неправильной, он жил в этом грязном обществе, греховном мире. И в этот момент, когда он находится пред Богом, он понимает одну простую вещь. Он говорит, «Бог, ты настолько святой, горе мне погиб, я человек с нечистыми устами». Он понимает, насколько он маленький, насколько он находится в этой греховной плоти, насколько он живет в этом греховном обществе. Он вдруг понимает, насколько он несостоятельный, насколько он небольшой человек. И вы знаете, здесь есть еще один момент, на который я хотел бы обратить наше с вами внимание. Библия говорит это в 7 стихе, что в тот момент, когда он осознает, насколько он нечист, насколько он маленький, Библия говорит, «Тогда прилетел ко мне один из серафимов». Мы не знаем, кто были эти серафимы. Библия говорит, что это были некие ангелы, и это одно лишь упоминание в Библии, где упоминается про серафимов. Но Библия говорит, что двумя они закрывали глаза свои, ноги свои, двумя летали. Но они были некие ангелы, которые находились там во святое святых, но то, что меня здесь зацепило, я хотел бы с этим поделиться с вами, в шестом стихе здесь записанном, тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. То есть эти ангелы, они находились там, в святое святых, они находились там, с Богом, который сидел на этом престоле, высоком и превознесенным, и казалось бы, серафим, о тебе упоминается всего один раз в Библии, ты, наверное, какой-то особенный ангел, ты, наверное, какое-то особенное творение, Божье. Но возьми ты этот уголь, у Исаии есть проблемы с тем, что он живет в нечистом обществе, он соприкасается с греховным миром, но возьми просто этот уголь, да, очисти его. Но Библия говорит, что находясь там, в Божьем присутствии, этот серафим не посчитал нужным взять этот уголь руками своими, а написано, что он берет его клещами своими и прикасается к устам его и очищает его. Знаете, о чем это говорит мне? Это говорит о почитании к Богу, о почитании к Его присутствию, об отношении к Его святости. Ничто не поменялось. Бог по-прежнему сегодня сидит на престоле высоком, превознесенном, и Он по-прежнему святой Бог. Да, Он был, Он есть, Он творец неба и земли, сто процентов. Он есть Тот, Который всегда был, Он есть Тот, Который поместил звезды на небе, Он есть Тот, Который поместил нас на эту землю, Он есть Творец всему, Он дал жизнь всему. Да, мы с вами сегодня увидели, что Он есть Бог любящий, сто процентов, Он любит тебя, принимает тебя, но в то же самое время никогда не забывай этого момента, что Он есть Бог святой, Который по-прежнему сегодня сидит на троне высоком, на престоле высоком и превознесенном, и ничего никогда не поменяет этого. Он есть Бог святой. И Писание говорит, если я есть Бог, то где почтение ко мне? Если я есть Бог, то где почтение ко мне? Очень важно, чтобы сегодня мы относились к нашему Отцу Небесному с почтением. И понимали, что Он и Святой Бог. Он и слюбящий Бог, дай аминь. И Он истот, который был от начала. Он истот, который был в самом начале. Я хотел бы, чтобы сегодня, размышляя на эту тему Бог-Отец, чтобы сегодня мы просто подумали, а какое сегодня наше отношение к Богу-Отцу? Может быть, в нашей жизни не было этого положительного примера или, может быть, отрицательный, наоборот, пример был. Но что мы сегодня можем вынести из этой темы? То, что Бог-Отец, Он не похож ни на одного Отца. Он совершенно другой. И Он Бог, который желает, чтобы мы проявляли это почтение к Нему. Чтобы мы понимали, да, Он любящий Бог, да, Он прощающий Бог, но в то же самое время Он есть Бог, который желает нашего почтения. Он есть Бог Святой. И если Исаия, Божий Святой Человек, находясь в его присутствии, осознает, насколько он маленький, насколько он может, этот греховный человек, живет в этой греховной натуре, в этом греховном мире и понимает, насколько он незначительный, когда он пристал пред Богом, то я думаю, каждый из нас, мы также можем сегодня понимать, что наш Бог, Он настолько великий, и нам нужно проявлять это почтение к Нему. Если Он Отец, то где почтение к Нему, Бог говорит. Я хотел бы, чтобы мы сейчас встали с вами и помолились. И я хотел бы, чтобы сегодня, в этот день, мы посмотрели, как мы представляем себе этого Бога Отца. И может быть, кому-то из нас, для того, чтобы лучше понимать Бога Отца, нам надо, может, встретиться с нашим земным Отцом. И может быть, кому-то из нас нам нужно поговорить с нашим земным Отцом, для того, чтобы пришла какая-то свобода, попросить, может быть, где-то прощения, и принять внутри себя решение, сказав, что не так важно, какой ты был Отец в моей жизни, я принимаю решение любить тебя, прощать тебя и проявлять к тебе почтение. Еще раз упомяну это местописание. Почитай Отца твоего и Мать твою, чтобы тебе было хорошо, и продлились дни твоей жизни. Это заповедь с обетованием. Не важно, какой Отец, важно наше сегодня отношение к этому Отцу. Знаете, мне понравилось, как один из известных теологов, учителей, сказал такую фразу, и я, наверное, закончу с ней, он сказал такие слова, «Каждый Отец в определенном смысле представляет в своем лице Бога». Братья, нам есть к чему стремиться. У нас есть совершенный Отец, у нас есть любящий Отец, святой Отец, непорочный Отец. И да, нам, наверное, никогда не стать таким, как Он, но давайте будем стараться сделать все, чтобы от общения с нами, наши дети, люди, которые работают с нами, они видели этого Бога Отца. Бог дал нам эту привилегию, быть, прообразом, показывать этого Небесного Отца. И помоги, Господь, каждому из нас сегодня, когда мы уже в вере, когда мы служим, идем за Господом, действительно, показывать этого Бога Отца должным образом. Аминь. Давайте мы помолимся с вами. Господь, мы благодарны Тебе за Слово Твоем, мы благодарны Тебе за то, что Ты есть Тот, Который был в самом начале. В начале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог. Ты Тот, Который был в самом начале, Ты дал всему жизнь, и Ты предан этой жизни. Боже, мы благодарим Тебя за это, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам дыхание жизни, Ты поместил нас на эту землю. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты есть любящий Отец, и что бы сегодня ни происходило в нашей жизни, мы можем быть уверены в том, Господь, что Ты любишь и принимаешь нас, и ждешь нас такими, какие мы есть. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты не посмотрел на все наши беззакония, на все наши преступления, но подобно тому Отцу, Господь, и с той притчей, про которую Ты рассказывал. Ты сегодня показываешь себя как Отца, Ты принимающий Бог, Ты есть любящий Бог, Ты ложишься на наше тело, Ты берешь наказание наше, преступление наше на себя, Господь, чтобы очистить нас и сделать нас своими сыновьями, своими дочерями. Спасибо Тебе за это. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты и святой Бог. И я молю о том, Господь, чтобы мы никогда не пренебрегали этим, чтобы мы всегда, Господь, имели почитание к Тебе, чтобы мы всегда осознавали, насколько Ты великий, насколько Ты всемогущий, Ты по-прежнему сидишь на этом престоле высоком и превознесенном, и мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, и мы просим Тебя, Господь, укрепляй нас сегодня, Господь, в наших отношениях с Тобой. Я прошу о том, Господь, чтобы сегодня, Господь, приходили ответы, Господь, для каждого, кто сегодня нуждается в том, Господь, чтобы, может, их отношения с их отцами, Господь, поменялись. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты призываешь нас через Слово Своё, что не так важно, каким был Отец в нашей жизни, важно сегодня наше отношение к нашим отцам, наше отношение к нашим родителям. И я прошу о том, Господь, чтобы в нас, Господь, было это прощение, в нас было это почитание во имя Иисуса Христа. И Ты говоришь, если я есть Отец, то где почтение ко мне? Помоги нам, Господь, всегда. С почтением, Господь, приходи в Твое святое присутствие. Помни, что Ты и святой Бог, что Ты и слюбящий, и Ты иисущий от начала. Мы чтим Тебя, мы любим Тебя. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Хотел бы обратиться сегодня к тем людям, которые, возможно, есть сегодня в этом зале, или вы с нами в онлайн. И вы так никогда не соприкасались с этим Богом Отцом. Вы так и никогда не переживали Его в своей жизни, но вы бы хотели, чтобы Он простил все ваши грехи, вошел в вашу жизнь, изменил вашу жизнь. Если вы такой человек, дайте нам, пожалуйста, знать. Мы бы хотели сегодня помолиться с вами и помочь вам примириться с Богом Отцом. Если вы сегодня есть такой человек, дайте нам, пожалуйста, знать. Мы бы хотели сегодня помолиться вместе с вами. Может, кто-то смотрит нас онлайн. Я хотел бы сегодня просто предложить вам молиться этой молитвой. Повторяйте ее от искреннего сердца и верьте, что Бог Отец услышит вашу молитву. Давайте мы скажем вместе. Дорогой Бог Отец, я прошу Тебя, прости меня за все мои грехи. Я осознаю, что я грешник и я нуждаюсь в Тебе. Я прошу Тебя, измени мою жизнь. Помоги мне следовать за Тобой, знать Тебя и служить Тебе. Спасибо Тебе за прощение грехов и дар вечной жизни. Открывайся мне. Открывай мне, кто Ты есть. Открывай мне Слово Твое. Я так сильно нуждаюсь в Тебе. Аминь. Аминь. Если вы помолились такой молитвой или если вы вдруг помолились, но не вышли сюда наперед после служения, пожалуйста, подойдите. Мы бы хотели побольше рассказать вам о церкви, помолиться еще раз за вас и пусть Бог обильно благословит каждого из вас. Сейчас у нас будут объявления. Простите, пожалуйста, можете присесть, у нас сейчас будет небольшой ролик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok